да и насчет радости у меня был минут так 30 назад звонок я подумала я вам обязательно это прочитаю и расскажу у меня есть один такой мы называем наш друг или шутим он не против пациент наш пациент я думаю лет 8 мы имеем с ним мы переписку общение и первые годы признаюсь у меня не получалось общение мы все время с ним по телефону ссорились я его блокировала но до сих пор для меня осталось осталось секретом я не могу заблокировать его телефону все равно мне звонит познакомились мы примерно лет 8 назад когда мы служили маленькой еврейской группе в одном из западных украинских городов и там мы познакомились и сейчас вам кое-что прочитаю значит звонит он мне периодически когда ему трудно трудно ему где-то раз в месяц иногда два раза в неделю вот иногда ночью и мы разговариваем я поняла что сразу самый легкий путь для нас чтобы не ссориться это разговаривать потому что если я отключаюсь трубку звонить снова а еще раз говорю заблокировать у меня не вышло по каким-то чудным не знаю причинам его телефон городской и он не блокируется он до сих пор имеет городской телефон как когда-то в советах было и он позвонил мне вот сегодня он не читал стихи иногда он мне поет песни я их должна выслушать до конца иногда он думает что он знает иврит и сочиняет стихи на иврите и потом меня четко контролирует не нашла ли я иерусалимскую газету где должна это именно все обязательно напечатать и он не за вы ну что вы там не узнали как дела и вот однажды он мне позвонил и говорит я хочу я написал письмо ходатайственное требование что-то я вот к сожалению его еще пока не получила копию и я отнеслась к этому не серьезно вот вы отнеситесь к этому серьезно ходатайство было в какой-то исследовательский центр где он рекомендовал на луне и марсе построить каплычки белорусы здесь молитвенные такие маленькие домики есть у вас такое слово каплычки в западной украине их много да это такая маленькая какая-то такой маленький домик это много что молитва молитвенная комнатка маленькая в западной украине их очень много это считается хорошим таким благородным делом когда человек это построит для путника так вот этот мой друг он написал в какой-то центр научные что нужно непременно вот такую молитвенную комнату построить на марсе и луне она должна быть межконфессиональная должна быть межконфессионально чтобы астронавты путники внимание вы думаете я тоже так смеялась когда он это написал потому что он не до этого рассказал историю о том как его нигде не слушают и не хотят его слушать потому что они там говорить ничего не там не понимают в общем и вот он отправил что там должны быть значит магин давид он еврей как у наш человек вы понимаете там должны быть магин давид там должно должен быть мусульманский знак потому что астронавты бывают также мусульмане и христиане и они все должны значит зайти туда и помолиться и вот внимание ответ буду сразу читать на русском для чтобы белорусы тоже понимали так державное космичное агентство ддк понимаете да спасибо дк а через урядовую горячую линию за реестрационным номером по эр 11 83 77 від от 3 0 1 21 то есть это сейчас отримало ваше звернение с проб с предложением буду на русском получили ваше предложение с восстановить на месяц и молитвенную комнату чтобы астронавты и космические паломники внимания могли имели возможность прославлять бога информую муж и информируем вас что дк 12 листопад ноября подписала договоренность в рамках программы наса артемида про спевпрация сотрудничество в исследовании марса и луны и комет и астероидов артемида это пилотич пилотована космична программа наса яка финансуется урядом с сша вона покликана допомогти створить и постей на желе поселение на месяце и статы фундаментом для освоения марса порушена вами питание то что вопрос который вы подняли может быть рассмотрен в будущем но в этот час в это время в украине нет способов доставки астронавтов и грузов на поверхность луны официальный документ я думаю что они очень долго смеялись когда это описали но меня в этот двадцать первый год он вдохновляет он такой странный вообще согласитесь я думаю в жек тяжелее достучаться а тут вот такое письмо кстати кто переболел к видам я вас приветствую особым приветствием да я когда заболела мне стало очень страшно я написала фейсбук ребята кто заболел к то что наша община единственная не болела я думаю это такие какой-то заговоры вы знаете кругом болеют мы вот это ходим ни одной маски ну и как-то это все прекратилось в один день после причастия для всех причем и места страшно я говорю кто заболел к видам и там пишут нет муху но люди выжили хорошо я тоже выживу это ободряет знаете когда ты не один так вот почему я прочитала вам об этом человеке сейчас он мне позвонил полчаса и назад и он сегодня сегодня у него еще одна история это тоже весело еще одна история и вот звонит он и говорит ну что там в израиле но там же умные люди по что-то сделают потому что вот этот ковид и вообще мне сказали что земле скоро конец и что же делать игру на еще ты не переживай маша их придет играть нет ну делать же что-то надо вы спросите в израиле там же умные люди они же должны найти какое-то решение это мой муж не дашь соврать я ставлю на громкую связь мы обычно всегда это слушаем мы долго разговаривали об этом и потом он говорит ну как то знаете это все не успокаивает я вот позвонил умным людям в 03 скорая помощь кто не знает я позвонил умным людям в 03 и я их спросил знают ли они что с землей происходит большая проблема они сказали да и что скоро придет конец но игру ну и что говорит я их спросила когда это будет они мне сказали ты об этом узнаешь первый ну в общем так восемь лет примерно происходит и вот он сейчас мне позвонил он просил говорит защитите меня пожалуйста потому что меня обзывают же дом и вот сейчас я говорю ну что в этом плохого но у меня же все-таки только там какие-то родственники евреи у него когда надо он еврей но обычно когда мы про иерусалим разговариваем про нашего господа иисуса христа тоже еврей а когда он сталкивается с антисемитизмом он начинает ну бояться и есть на то причины для него он живет в очень таком специфическом городке украины где евреям быть не модно и он говорит пожалуйста защитите меня я говорю ну что вы сейчас в разгрузку что плохого что то что это что то еврей ну ну вы что разве не понимаете тоже вот антисемитизм это плохо мне очень обидно и мы сейчас говорили про эту обиду и для меня сейчас вот сказать об этом это очень символично и связано наверное с этим посланием которое я бы хотела вам передать стыд 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 о своем происхождении стыд который исторический и связан с нашей такой тяжелой истории история длинная и болезненная и вот что говорит господь вот что говорит господь он говорит что в один день я прочитаю сейчас это та самая 60 глава я правильно понимаю к ней исайя 60 правда же хорошо я из 60 главы кое-что прочитаю настанут времена который говорит господь и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя ранее и назовут тебя городом господа сионом святого израилева это все будет вместо того что ты был оставлен когда-то и ненавидим так что никто не приходит не проходил через тебя и я сделаю это величием навеки и радостью и еще написано это будет в те времена когда уже не будет солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе это господь будет тебе вечным светом и бог твой будет славою твоею это будет и мы все этого ждем и наша вера которую господь дал нам она помещена в это мы не представляем правда же мы не представляем себе наши истории и развитие событий без этого это должно нас вдохновлять это то что из века грядущего приносит благодать в нашу жизнь и дает нам силы еще написано 27 главе иса и написано что в тот день вот в этот день в тот день господь восстанет и он поразит змея прямо бегущего и змея извивающего лев и левиафана это враг божий который все время противостоит богу он ненавидит еврейский народ он ненавидит еврейское лидерство он ненавидит тех кто стоит в этом служении кто понимает его и знает это откровение за которое борется откровение о том что израиль будет спасен откровение о том и это не это не просто что то чего мы хотим это не просто что то что мы делаем знак благодарности нашему господу мы знаем что это будет и наша вера она помещена в эти обетования и я хочу сказать что всего этого есть цена вот это прекрасное будущее в которое мы верим которая придает нам силу этого есть цена и эта цена она знаете приводит нас в место где мы не все сразу потому что мы боремся с прежде всего самими собой боремся с препятствиями боремся со своим характером боремся со своим прошлым да есть чем бороться к сожалению иногда боремся друг с другом и есть есть цена уходить от этих двойных стандартов от компромиссов от чего-то что не очень ясно перед богом сейчас я выражу свою мысль точнее написано что слово божье она проникает в глубину но не то чтобы в наше физическое сердце иначе бы мы наверное погибли если бы там кто-то что-то сделал сердце это самая глубина тебя это сердцевина твоей души это то что мы называем духом слово только божье слово никакой человек никакой хирург никакой консультант не может проникнуть в это святое место святое святых человека и там происходит что-то до того как слова попала туда этот меч там может быть какая-то каша там может быть смешано все божье человеческое доброе лучшее но когда свет божий божье слово проникает во внутрь человека написано она разделяет она разделяет теперь то что раньше было чем-то смешанным больше таким не является она разделяет божье и человеческое и когда мы приближаемся к божьему слову к его истории к его победе мы понимаем что цена заключается в том которую мы должны с вами захотеть платить это отказываться от человеческого вы со мной отказываться от человеческого не просто это не просто потому что оно хорошее для нас оно иногда доброе для нас но божье оно совершенное и лучшее человеческое оно может быть добрым и хорошим для нас но божье оно лучшее и совершенное я приведу вам один пример я пересчитывала сейчас об иуде иуда искариот ну не то чтобы я сейчас посвящу время теологическому разбору текстов но вот что меня впечатлило знаете ли вы что он еще минимум неделю был с учениками после воскрешения господа вы знаете это очень сильно меняет взгляд на него и приводит к некоторым размышлениям обычно как говорят из одной истории которая не является хронологическим порядком вот этих событий не нету такой там причины рассказать что вот он предал и там 30 серебряков пришел принес обратно прошим фарисеям они не захотели это брать он пошел и удавился нет нет все не так было он еще неделю был с учениками он присутствовал при воскрешении господа и при при его общении с учениками он видел как он ошибся он видел воскресшего маши еха так как у меня всего 30 минут после ретрита садимся показываю вам это в тексте в евангелии я из чисто только из евангелии друзья только из его никаких левых источников вот да вот и вот представьте себе я думала что с ним произошло писание говорит что дьявол вошел в него но само слово сатан это не то что знаете вошло такое мистическое существо с хвостом с рогами и вот он стал безумным нет слова сатан это противник это тот кто против бога противление вошло в него он стал сопротивляться в богу кто из нас не сопротивляется богу кто из нас никогда не сопротивлялся богу апостол петр сопротивлялся богу этот сказал ему отойди от меня сатана что перед ним сатана был отойди от меня сопротивление то что ты сейчас не идешь вместе со мной ты противишься мне мы можем занимать такую позицию не понимая этого. И этот человек, как и многие другие, ошибался. Я хочу в этом найти не осуждение сейчас для нас с вами, а что-то, чтобы мы для себя взяли, знаете, Божьего в этой истории. Ведь все Писание Бога вдохновенно, наша священная история, она Бога вдохновенна. И этот человек, он видел, как на его глазах открывается истина. Лучшего доказательства нет. Он увидел его воскрешен. Что с ним случилось? Я смотрела его историю, размышляла. Друзья, он хотел все время примирить непримиримое. Он хотел договориться с совестью, договориться со своими человеческими, правильными, возможно, мотивами. Вы знаете, не все показывают, что у него прям очень неправильные мотивы. Некоторые говорят, историки, что он так хотел как бы спровоцировать Ишуа, потому что он как бы ждал, что вот наконец-то он как вас сядет на троне. Ну, мы же знаем, да, ученики ждали мессианского царства и думали, что их раввин, он сейчас поведет их, он возглавит их. Иуда ждал этого больше всех, потому что он понимал, что вот, наконец-то настал мой час. Зачем он три года за ним ходил? Ну, не просто ж так. А тут все идет как-то не в ту сторону. Некоторые говорят, он хотел его спровоцировать, чтобы он поднял какое-то восстание. Ну, пусть наконец-то что-то сделает. А он взял и умер. И вот он этого как раз, и какой ему об этом смысл? Да, не этого он хотел. Такая версия существует. Ну, мы этого не можем сегодня доказать. Он хотел примирить непримиримое. Я рассказываю это для того, чтобы мы могли или попытались что-то взвесить в своей жизни. Неужели только он в своей жизни хотел примирить непримиримое? Возможно, когда мы с вами это делаем, возможно, мы думаем, что наша история, она не такая уже большая и не такая особенная, ну и не такая, как бы с такими тяжелыми последствиями. Но я начала с того, что вы святое семейство. И вы здесь особенные люди, потому что вы здесь, а не в других местах. Вы нашли это время, нашли средства и для того, чтобы зачем-то находиться здесь. Здесь находятся люди, которые хотят быть у ног Ешуа, чтобы слышать его голос. Платят цену люди, которые хотят понимать его чувства, его желания. Люди, которые делают это, они хотят знать Господа лучше. И они готовы платить цену. И вы это уже делаете. Очень хочется не платить цену так, чтобы она оказалась пополам. Полумеры, полудела, полу ничего. Знаете, вот такое полу, это ничего. Мы все хотим прийти в совершенство веры. Мы все хотим участвовать в Божьем промысле. Мы хотим видеть Израиль спасенным. Мы хотим видеть славу Божью. Мы хотим видеть его пророчество, совершенными. Давайте будем людьми не полумер. Давайте не будем быть людьми, которые чуть-чуть да и немножечко нет. Немножечко Богу и немножечко свои планы. Этим занимался Иуда. Он жестко проиграл. У него был шанс. У него были возможности сделать этот шаг назад. На каком-то моменте его вот эта игра полумеры, она ввела его в полное бессилие перед смертью. Я думаю, на каком-то моменте все-таки был этот, эта возможность покаяния настоящего. Я думаю, что у нас есть благодать, которая идет из века грядущего, чтобы мы с вами имели силу противостоять тому, что ворует у нас божественное. Давайте поднимемся. Я хочу помолиться Петра. Послание Петра говорит, что вы все причастники божественного естества. Аминь. Что это значит? Это значит, что вы имеете сверхъестественную особенность и отличительную черту. Написано, что это дар. Это никто из нас это не возгрел, не купил. Это невозможно. Это дар свыше, что Господь взял и нас одарил частицей себя. Вы суперлюди. Про это снимают много кино, но на самом деле вы суперлюди, потому что у вас есть божественная природа. Аминь. Скажите, у меня есть божественная природа. Эта божественная природа дает мне силы. Имеет и имеет уманитет, дает мне иммунитет. против расцления похотью в этом мире. Я имею иммунитет не разлагаться, как разлагается мир. Я имею силы противостоять и уходить от компромиссов. Я настоящий в Господе. И я могу приложить ко всему этому любовь, веру, смирение. Я могу показать победу в Господе своей жизнью. Давайте отказываться от полумер. Давайте решительно отворачиваться от этих попыток примирить то, что не может помириться никогда, потому что Слово Божье это разделило. Это невозможно. Это невозможно соединять. Давайте перестанем тратить силы на то, чтобы смешивать масло с водой. Как кто-то один сказал, представляете, как самое худшее в один день понять, что то, что ты делал, делать было не нужно. А еще один человек сказал, представляешь, ты ведешь за собой людей, это как поставить к стене большую лестницу. И они туда идут, 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 поднимаются наверх, а это не та стена. Это очень печально потратить время и потом сказать, да, таки правда, что было написано в Библии. Я хочу, это время, которое у меня осталось. Я хочу сейчас с вами молиться. Давайте просто откроемся Господу, потому что вся сила, о которой идет речь, это дар. Вот правда, как бы мы ни старались. И Бог побеждает силу, которая стоит против Божьего народа. В один день Он свергнет Левиафана. Все, что нам оказывает сопротивление Господом, будет повержено. Мы придем в эту победу, но пока мы находимся в сопротивлении, пока давление какое-то находится против нас, пока есть такие случаи, когда звонит еврей и говорит, защитите меня, пожалуйста, если у вас будет возможность. У меня нет возможности физической, но мы помолились, мы сказали, Боже, защити его, как он просит. Но в один день это перестанет быть таковым. Давайте будем служителями Духа Святого. Давайте перестанем какое-то человеческое проталкивать, это не имеет никакой силы. Давайте будем жить в победе и в Божьем. Господь во имя Ишуа, мы сейчас поднимаем руки к тебе, Боже. Мы знаем, что ты творишь невозможное. Господь, вот мы перед тобою. Кто-то устал от бесполезной работы, кто-то устал просто от борьбы. Боже, мы своими силами не можем ничего. Ишуа, ты сказал, без меня ничего не может. Мы сейчас просим тебя, вдохнови, Боже. Подуй своим ветром, Господь. Подуй, подуй, потому что ты дышишь, где хочешь. Я прошу, чтобы твое дыхание, оно было очевидным для святых, Боже. Я прошу, чтобы ты наполнил, Боже, собой так, чтобы, если где-то была какая-то слабость, если где-то было дано место компромиссам, Боже, дай подняться над этим. Дай победить это Твоей победой, Господь, во имя Ишуа. Боже, мы приближаемся к Твоему времени назначенному. И мы просим, чтобы по мере вот этого приближения, по мере приближения к Тебе, чтобы то, что нас делает слабыми, просто отпадало, чтобы мы могли делать с помощью Твоей правильный выбор, Господь, чтобы мы могли быть инструментами в Твоей руке, успешными. И давайте скажем, я инструмент Твоей руке, ты любишь, ты любишь мною пользоваться, я послушный Твоим рукам, я нравлюсь Тебе, Господь, ты любишь употреблять меня в своем деле, ты любишь этот инструмент, и ты творишь им прекрасные вещи, ты творишь им свою волю. И мы, Господи, с Тобой вместе, не сами, не впереди Тебя, но с Тобой вместе, Господь, делаем работу Твою, мы Тебе благодарны, что Ты нас позвал, Ты взял нас к себе в удел, Ты назвал нас своим народом, и Ты с нами, Ты не оставляешь нас, Царство Божье посреди нас. Я благодарю Тебя, что в нас есть сила Святого Духа выходить на свободу, выходить на место пространное, выходить из темниц, выходить из комнат потаенных, выходить во свет, аллилуйя, выходить там, где место пространное, там, где свет и уходит, всякая тьма во имя Иешуа, просто сгорает тьма под лучами Твоего света. Иешуа, Ты солнца правды, Ты освящаешь нас, Господь, уходит всякая тьма, уходит всякое зло, просто растворяется, не может присутствовать там, где Ты, Господь, и мы с Тобою, и мы Твои, и все это не без нас, потому что Ты позвал нас в свой свет, потому что Ты хочешь с нами вместе быть в этом городе, где Ты будешь нам светильником вместо солнца. Во имя Иешуа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok